Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока это хищные птицы. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим отряд дневные хищники, отряд совы, а также значение птиц в природе и в жизни человека. А для начала я предлагаю подумать. Внимательно посмотрите на данный слайд. Какой из этих рисунков показывает профиль клюва хищных птиц? Ребята, посмотрите внимательно. Я думаю, каждый из вас нашел именно тот клюв, который характерен для хищной птицы. У этих птиц клюв мощный, характерно заостренный сверху, короткий и приспособлен к отрыванию кусков мяса от тела добычи. Следующее задание. Какой рисунок отображает общее строение задней конечности хищных птиц? Ребята, посмотрите. Наверное, вы узнали многие конечности. Конечно, ребята, рисунок под цифркой 5 отражает нижнюю конечность хищных птиц. Посмотрите на ее строение. Итак, ребята, запишите. Хищные птицы – это птицы, которые охотятся в полете. Они обладают очень хорошим зрением, большими когтями, клювом, приспособленным для захвата и умерщвления своей жертвы. Например, посмотрите. Орел беркут, сокол сапса и болотная сова. Итак, ребята, хищные птицы. Они подразделяются на дневные птицы, к которым относятся хищные птицы, сокол сапса. Птицы-падальщики, например, черный гриф. И ночные птицы, представителем которого являются совы, например, болотная сова. Посмотрите, мы видим орлана белохвоста, характерная окраска для хвоста. Беркут, черный коршун, сокол сапсан. Ребята, запомните, это хищные птицы. Итак, а теперь мы с вами рассмотрим птиц-падальщиков. К ним относятся бурый стервятник. Обратите на характерное строение данной птицы. Белоголовый сип. Королевский гриф. Правда, очень красивая птица. Египетский стервятник тоже имеет определенную характеристику. Итак, запомните, это птицы-падальщики. Коршун, ребята, запишите. Коршун встречается в оазисах, тугоях, горах, везде, где растут деревья. Во время полета эту птицу можно легко отличить по ее раздвоенному хвосту. Зимует она в Центральной Африке и Южной Азии. Прилетает в марте и устраивает гнездо на ветках деревьев. Посмотрите, здесь мы видим взрослую особь и молодую. Коршун в полете. Характерные яйца для коршуна и силуэт коршуна. Коршун это очень полезная птица. Она обычно питается лягушками, грызунами, разными насекомыми, а также отходами бойни и падалью. Ловит даже мелких птиц. Ребята, коршун высоко парит в воздухе. Следующая немало интересная птица – это гриф. Гриф – это самая крупная из всех птиц, встречающихся в нашем крае. Длина тела достигает полтора метра, крылья в размахе до трех метров, а вес до 6-12 килограмм. Оперение головы и шеи очень редкое. В полете грифа можно узнать по его кистеобразно распущенным бледными перьями широких и длинных крыльев. Посмотрите, пожалуйста, на эту птицу в полете. Гриф очень долго может парить в воздухе, но по земле он ходит очень неуклюже. Он питается падалью, а также гриф часами парит в воздухе, высматривает свою добычу. Гриф не может нападать на живых животных, так как его когти развиты слабо, но при помощи очень сильного клюва он может разрывать кожу даже очень крупных животных. А теперь, ребята, я предлагаю вам посмотреть очень интересное видео, в котором вы узнаете интересные факты орлы. С научной точки зрения орел – это хищная птица, принадлежащая к семейству ястребины. Он имеет массивное телосложение, обладает длинными и широкими крыльями, клюв массивен, когти на задних лапах загнуты внутрь, а на бедрах перьями образованы штаны. Во время наблюдения за полетом орла может показаться, что крупная птица еле парит над землей, широко раскинув крылья. Однако летные показатели орла весьма впечатляющие. Во время парения орел может лететь со скоростью от 190 до 240 километров в час. Иллюзия медленного движения складывается из-за огромной высоты полета – свыше 700 метров. А пикирует он с запредельными 320 километрами в час, что вообще поражает воображение. Устройство крыльев орла с растопыренными пальцами на кончиках обеспечивает более сильные воздушные потоки снизу, чем сверху крыла, и обуславливает высокую подъемную силу птицы. Так хищник получил способность парить, не двигая крыльями, а работать ими, только взлетая и ускоряясь при преследовании добычи. Кроме этого, его полет очень устойчив. Орел способен немного складывать крылья, оставляя кончики растопыренными, и выдерживать плавный полет во время урагана. У орла очень острое, с широким охватом зрения. Каждый глаз орла способен фокусироваться сразу на двух предметах. Для примера, мы с вами можем фокусировать зрение только на одном предмете. Острота зрения позволяет видеть зайца на расстоянии свыше трех километров, а периферическим взглядом он может охватить 270 градусов. С высоты полета орел способен увидеть добычу на поверхности площадью 11,5 на километров. Все это предназначено для того, чтобы сделать птицу превосходным охотником, умеющим видеть добычу на огромном расстоянии и способным точно рассчитать дистанцию для нападения на нее. Интересный факт. Орлиные глаза закрываются двумя веками, прозрачным и плотным. Первые, совершенно прозрачные, приспособлены противодействовать добыче или сильному ветру, а вторые позволяют спать. Особенности охоты. Орлы эффективны в охоте. Они не убивают лишних животных, ловят только для собственного питания и для птенцов. В основном охотятся на мелкую дичь. Орлы не только самостоятельно добывают пищу, но и готовы заняться откровенным разбоем. Например, они могут отобрать добычу у более мелкой хищной птицы прямо на лету. Орлы превосходно охотятся на летающую птицу. Настигают жертву они врасплох, охотятся с такой высоты, что птица их не видит, а потом пикируют с такой скоростью, что добыча их не успевает заметить. Замедленные кадры схватки орла с жертвой на лету интересны. Орел может ловить птиц прямо на лету и нести трофей дальше. Орлиные гнезда строятся на максимальной высоте данной местности. Так они поступают, чтобы обеспечить безопасность для птенцов, иметь прекрасную обзорную площадку и место для засады одновременно, а также взлетать с меньшими усилиями. Гнездо обустраивается на много лет, с каждым годом достраиваясь и расширяясь. Поскольку оно находится очень высоко, как только в нем появляются птенцы, орлы украшают его навесом из веток, чаще всего сосны. Зеленые ветки дают достаточно тени для защиты от палящего солнца. Орлиные семьи. Орлы очень верные птицы. Пару они создают на всю жизнь. Одни орнитологи обнаружили пару орлов, проживших вместе более 35 лет. У этих птиц замечательная организация быта. Когда птенцы еще совсем маленькие, у родителей разделяются семейные функции. Самец становится добытчиком, а мать – воспитателем и кормилицей. Она защищает гнездо и кормит птенцов, разделяя для них добычу. Птенцов обычно вылупляется один-два в год. Через три месяца они вырастают и уже начинают летать на охоту самостоятельно. Иногда, если орленок не решается покинуть гнездо, родитель садится напротив гнезда с добычей и начинает подзывать несмелого ребенка. Почему орла называют царской птицей? История величественной птицы уходит корнями в древность и закреплена в мифологии почти всех народов мира. В античности орел считался солнечным символом и приносил удачу и победу. У римлян он олицетворял бурю и был носителем юпитерских молний. Египтяне наделяли орла солнечным знаком, связанным с утренними теплыми лучами. Тот же солярный знак орел приобрел в Китае. Правители в качестве решения по созданию имиджа сильного властителя, несущего божественно неоспоримую власть, принимали орлиный образ, как будто приближаясь к небожителям. Они украшали себя одеждами с украшениями из орлиных перьев или соответствующей символикой. Постепенно из примитивной мифологии орлиный образ перенесся в мировые религии. Гордая птица, летающая столь высоко, принималась в индуизме, христианстве и прочих религиях за воплощение божественного лиха. Итак, ребята, после того, как вы посмотрели данное видео, я думаю, вы многое новое узнали именно о орлах. Большинство дневных хищных птиц, уничтожая вредных грузунов и насекомых, приносят тем самым пользу сельскому хозяйству. Некоторые ликвидируют больных и старых животных, тем самым оберегают других животных от заболеваний и способствуют оздоровлению их потомства. Ребята, запишите отряд совы. Совы – это хищные птицы, приспособленные к ночному образу жизни. Совы, филины, сычи, сыпухи относятся к этому отряду. Клюв у этих птиц с загнутым концом, когти очень острые, что позволяет им хватать живую добычу. Посмотрите, пожалуйста, на данную анимацию. Совы при помощи очень больших глаз и широко раскрывающихся зрачков могут хорошо видеть все предметы, даже в сумерках, а их чуткий слух улавливает самые тихие звуки даже ночью. Их оперение мягкое и рыхлое, что позволяет бесшумно лететь. Лицо у них плоское, глаза расположены спереди. Ребята, давайте посмотрим на данных птиц. Совы. Относится мексиканский сычек-эльф. Рыбный филин. Полярная сова. Махноногий сыч. Запомните, ребята, этих представителей. Филин. Это крупная птица среди сов. На голове у него торчат два пучка перьев наподобие ушей. Питается обычно разными грызунами, иногда пауками, в частности каракуртами, а также может питаться мелкими птицами. Сыч. Птица гораздо меньших размеров. Вечерами он сидит на столбе или сухой ветке деревьев и высматривает свою добычу. Эта птица приносит большую пользу, поедая вредителей, жуков, саранчу, а также мелких грызунов. Ребята, а теперь я предлагаю рассмотреть значение птиц в жизни человека. Итак, для человека птицы истребляют насекомых вредителей садов и огородов. Некоторые виды птиц являются объектами промысла. Также птицы уничтожают мелких грызунов, вредителей и распространителей многих инфекционных заболеваний. Птичий помет используется в качестве органического удобрения. Итак, ребята, сегодня мы с вами рассмотрели хищных птиц. Для закрепления данной темы я рекомендую выполнить следующее задание. Прочитать параграф 48 на страничке 162, ответить письменно на вопросы с 1 по 8 на странице 165, а также нарисовать рисунок номер 94. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.